Начиная с завтрашнего дня может произойти то, что, наверное, опоздало как минимум на неделю. А если точнее, с того дня, когда множество малочисленных попыток прорыва польской границы переросли в новую реальность – организованный и крупномасштабный прорыв. Если оперировать военной терминологией, Беларусь уже накопила по численности более бригады хорошо экипированных и организованных мигрантов, и процесс накопления продолжается. Очевидно, что в определенный момент мигрантская группировка станет настолько массивной, что обычными средствами ее сдержать уже не удастся. Мы не станем опять повторять то, чего пытается добиться Путин. Но здесь важно даже не это, а то, что налицо повышение ставок. И если на это адекватно не реагировать, то противник однозначно воспримет это как проявление слабости. А для патологического агрессора такое означает лишь одно. Но можно нападать. То есть сейчас уже вопрос о том, выльется ли это в какую-то жесткую активную фазу, уже не стоит. Она уже стоит в другой плоскости. А именно, когда случится, и между прочим от того, когда начнется эта фаза, прямо зависит и то, как пойдет дело. Ведь уже очевидно, что чем дольше будет развиваться подготовительная фаза, тем больше количество мигрантов скопится у границы. Коллеги из Минска пишут, что если раньше транзит этой живой силы проходил из аэропорта Минска непосредственно к границе, и жители столицы Беларуси не видели ширины мигрантского потока, то теперь перевалка происходит прямо в Минске. Поскольку прибывшая из теплых стран публика здесь усиленно экипируется теплыми вещичками, обувью, спальниками, ну и прочим необходимым. Только после этого они покидают гостиницу и выдвигаются уже к границе. Это важный момент, поскольку белорусские власти уже не видят смысла делать из этого тайну для своих граждан. В свою очередь такое положение вещей обусловило прямое и открытое подключение к мероприятию силовых структур Беларуси. Мигранты уже имеют на руках различные спецсредства, включая слезоточивый газ, и вопрос о появлении у них сначала холодного, а потом и огнестрельного оружия уже на подходе. В связи с этим руководство Польши уже провело совещание с коллегами из Латвии и Литвы на предмет необходимости прямого и непосредственного подключения структур НАТО к решению данного вопроса. Именно это надо было сделать на упреждение. Но в данном случае лучше поздно, чем никогда. После этого совещание премьер-министр Польши Матеюш Муравецкий заявил следующее, процитируем. «Мы обсуждаем с Латвией и Литвой, должны ли мы использовать четвертую статью Устава НАТО, и это решение, которое предполагает проведение консультации стран-участниц друг с другом, если, по мнению какого-либо государства-члена, его территориальной целостности, политической независимости или безопасности находятся под угрозой». «Мне кажется, что это становится все более необходимым, поскольку нам уже недостаточно публично выражать свою озабоченность. Сейчас необходимы конкретные шаги и участие всего Альянса». Конец цитаты. Напомним, что четвертая статья Устава НАТО гласит следующее. «Договаривающиеся стороны проводят совместные консультации всякий раз, когда, по мнению любой из сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой договаривающейся стороны находятся под угрозой». Вот эти самые консультации и могут закончиться применением следующей по счету пятой статьи, которая обязывает каждую страну Альянса оказывать военную помощь стране, подвергшейся агрессии. Кто из тех деятелей, которые рассказывают о том, что надо учитывать интересы Москвы, что Путин гарантирует энергетическую безопасность Европы, мог представить, что вот сейчас уже встанет вопрос в такой вот плоскости? То, что это делает Путин, понятно всем. Поскольку это его бригада десантников высадилась в 20 километрах от места назревающего прорыва. И это его стратегические бомбардировщики летают вдоль этого участка границы. Ну а тем временем коллеги, живущие в Польше, говорят о том, что наблюдают передвижение бронетехники в восточном направлении. Идентифицировать, чья именно броня пошла, не удалось. Логичнее всего предположить, что польская. И источники сообщают о том, что из Германии на территорию Польши зашла крупная колонна брони. В этой ситуации нам интересно только одно. В какой момент в Европе включится принцип 20 путинских баксов всегда 20 путинских баксов? И когда же там начнут сажать этих деятелей? Пока еще не поздно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok